На одной волне Акимобласти Житсу Бейбет Исабаев встретился с молодым поколением края. Собравшиеся обменялись мнениями и видениями с главой региона в свободной обстановке. На встрече были подняты актуальные проблемы общества, возникшие в период глобальной информационной эпохи. Наш корреспондент продолжит. Это первая встреча Акимобласти Бейбета Исабаева с молодежью края Житсу. Сюда съехались порядка ста молодых и успешных людей из разных районов. А также городов Талдукурган и Текели. Во время диалога с молодыми Житсусами глава края озвучил и ряд актуальных тем. В том числе вопросы молодежной политики, глобальной информатизации и развития современного казахстанского общества. Остановился Акимобласти и на важных инициативах и предложениях, поднятых главой государства на национальном Курултае Адлета Казахстан Адала Замат. Как сказал президент, общенациональные ценности, категории, как например, патриотизм, мутандосию, трудолюбие, порядочность, законопослушность, допустим, уважение к старшим, бережные отношения окружающей среды и так далее, они одним указом или постановлением президента в один день, в один час не формируются. Для этого мы с вами вместе должны сообщать всем обществу. Одна из составляющих современного государства – плюрализм, когда каждый гражданин может открыто поделиться своими мыслями, высказать свое мнение и видение. Это и есть полноценное общество, отметил глава края. А потому любая концепция или идея будет успешно реализована только тогда, когда она будет обсуждена на общественном уровне. Затронул Бейбет Исабаев еще одну не менее актуальную тему – глобальную информатизацию в условиях современного мира. Отметив, что без цифровых технологий и гаджетов в наше время обойтись невозможно, и социальные сети занимают особое место в жизни молодежи. В качестве примера Бейбет Исабаев привел широко известную социальную сеть Facebook, где только за минуту пользователи оставляют свыше 500 тысяч комментариев и публикуют более 130 тысяч фотографий. В социальных сетях, как Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram или TikTok или других мессенджерах, за минуту распространяется, передается миллионные-миллионные информации. Притом и по тематике, и по направленности, они очень разные. Но это же невозможно. Человек, он может быть очень способный, очень эрудированный, разносторонний, развитый человек, но миллионные информации, которые уследить, отфильтровать все это, понять – это невозможно. Однако есть и обратная сторона этого увлечения. Так, чрезмерно долгое время провождения в социальных сетях имеет негативный эффект и чаще всего отражается на молодежи. Они становятся буквально оторванными от реальности, погружаясь в мир виртуальный. К тому же на просторах интернета процветает кибербуллинг, продвигается скрытая реклама и продажа синтетических наркотических средств, а также вовлечение в группу деструктивных религиозных течений. Бейбет Исабаев отметил, что только с начала текущего года выявлено порядка 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые увлеклись нетрадиционными религиозными течениями, зарегистрировавшись на запрещенных сайтах и страницах. Немало выявлено фактов и кибербуллинга, последствием которого зачастую становится суицид среди молодежи. Но при всем этом нельзя отказываться от социальных сетей, а нужно научиться грамотно фильтровать информацию. Только тогда можно получить максимум пользы от всемирной паутины. Я убежден в одном, никоим образом не стоит противопоставлять друг другу. Я на заману, конечно, мы не можем отказываться от новшества современной информационных новых технологий. Но в то же время, по мере необходимости, надо адаптировать наши исконно национальные ценности под новшеством информационных технологий. Базис пусть остается, а в соответствии с требованиями времени мы можем его усовершенствовать. В современном мире все большую популярность набирает и такой вид деятельности, как блогинг. В качестве положительного примера можно выделить также участие блогеров в благотворительных и общественных акциях. Они привлекают внимание к проблемам общества. За счет большого количества подписчиков помогают закрывать сборы на лечение, покупку жилья, способствуют в поиске пропавших людей и в целом оказывают социальную поддержку. Немалую помощь блогеры проявляют и в продвижении возможностей местного туризма. В этом ключе они, несомненно, положительно влияют на социум, отметил глава края. Бебет Исабаев поделился с молодежью и планами по борьбе с фактами кибербуллинга, ранней беременности, суицидов и других негативных последствий необдуманных действий. Так, например, в области будет создан первый проектный офис «Менторство», где со школьниками смогут открыто обсудить такие темы, которые в стенах учебных заведений обычно не поднимаются. На эти цели мы выделили областного бюджета 300 миллионов тенгей. Через конкурсный отбор будем отбирать 20-30, первоначально 20-30 человек, «Менторов», и они будут, во первое время, это крупные, большие школы, нет, все школы города Талагургана, крупные школы районных центров, город Текеле, Вчерал, там и других городов. Охват будет в этом году примерно 150-120 школ. Есть закрытые темы, которые принято не обсуждать при родителях. Родители с детьми не обсуждают такие вопросы, яд-палат. Вот как раз «Менторы» будут открыты, вот такие открытые уроки, открытые встречи на такие закрытые темы. Также Акимобласти предложил создать Координационный совет по поддержке молодежных инициатив и проводить его заседания один раз в год. Это поможет реализовать социально-бытовые, духовно-интеллектуальные проекты, отметил Бейбет Исабаев. А также призвал молодых людей воспользоваться всеми возможностями, которые на сегодня предлагает государство. Это выгодное кредитование и безвозмездные гранты для создания или продвижения своего бизнеса. В ходе встречи собравшиеся смогли задать главе региона интересующие вопросы и получить на них истерпывающие ответы. Из зала прозвучали порядка 30 обращений и предложений. В прошлом году был очень хороший такой проект под названием «ЖАС-АДАМ». Именно для выпускников детского дома там выделялись гранты на либо открытие, либо расширение бизнеса. Нет такого вопроса, будет ли в этом году, либо в ближайшее время, похожий проект для помощи индивидуально предпринимать таким, как я. «ЖАС-АДАМ» Поэтому 5 миллионов для горожан. Если хотите, по программе «Аул-Ильбисвы» или «Аул-Аманата» где-то на пригороде есть. Бизнес-партнеры, товарищи, знакомые. Там, если вы создаете кооператив, можно получить 27 миллионов тенге. Если как индивидуальный предприниматель до 7 миллионов тенге. В городе по 5 миллионов тенге. В завершении встречи, которая продлилась больше двух часов, Акима области ЖТСОБи и Бетый Сабаев поблагодарил собравшихся за интересную беседу и порой острые вопросы, прозвучавшие со стороны молодежи. А также пожелал аудитории обратить внимание на важность формирования духовно-нравственного воспитания и индивидуального развития, отметив, что будущее в руках молодого поколения. Эльвира Ликерова, Жесуан Шенькинджер, Хайрат Кастурганов, телеканал ЖТСОБ.